Стойки, поддержки, работа на высоте. Одновременно на сцене больше десятка человек. Исполняют такие элементы, что зал сначала замирает, а потом взрывается аплодисментами. Эти гимнасты и акробаты – студенческий коллектив, но не спортфака. Свои творческие таланты раскрывают будущие физики, математики, экономисты. Олег хоть уже закончил вуз и работает программистом, уверен, что занятия не по профессии, только помогали ему в учебе и в жизни. Я, когда поступил в университет, я очень боялся сцены. И занимаясь в коллективе, у меня ушли многие комплексы, вырос как личность психологический, физическое здоровье, развитие. То есть, на самом деле, для развития человеку дают очень многое и помогают его профессиональные деятельности, чем бы он ни занимался. Сегодня университет для студентов – это не просто площадка получения компетенции, это возможность участвовать в научных инициативах, в творческих инициативах, участвовать в студенческом спорте, который мы активно поддерживаем. В честь Дня Татьяны в ВУЗе прошел праздничный концерт. Но ставропольские студенты и сами изобретают варианты, как именно его отметить. Гуляем, еще гуляем. Сегодня праздник. Главное – это собраться всем коллективом и искренне радоваться. То, что эта атмосфера, которую здесь, то, что они устроили – это очень прикольно. Вместе с тем, 10 лет исполнилось и со дня образования Северо-Кавказского федерального округа. Серьезная образовательная база крупных вузов играет большую роль в экономическом развитии округа. Достойно, что у нас такая мощная сила есть. И хотим и надеемся на то, что профессионализм тех, кто выйдет из стены этого вуза, он, конечно, даст ту необходимую энергию, понимание и движение вперед. Стоять на месте нельзя, а только студент имеет такую активную позицию. Будущих педагогов, которых сейчас не хватает, тоже готовят на Ставрополье. Плюсом к их трудоустройству станет программа «Земский учитель», которая стартовала в начале года. Наши учителя, наши молодые специалисты, которые приезжают у нас сейчас в районы, получают миллион рублей. Поэтому я очень надеюсь, что наши выпускники Северо-Кавказского федерального университета сейчас поедут в наши глубинки, в наши районы, в наши села. И проблемы с учителями мы в ближайшее время решим. Вместе со всеми поздравляли студентов с профессиональным праздником, а Северо-Кавказский округ с юбилеем Ирина Ивановская и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.